В этот раз их было только двое. Два астронавта пилотировали пустой космический корабль Энтерпрайз. При его благополучном приземлении. Теперь испытания по сближению посадки окончены. Когда Шаттл начнет регулярные полеты в космос и обратно в следующем году, его грузовой отсек размером с автомобиль займут спутники, научные эксперименты и специалисты миссии, которые приведут эту технику в действие. Это внутренняя часть грузового отсека орбитального корабля системы Шаттл. Майк Смит руководитель служб договоров по запускам и работе с заказчиками НАСА. Когда створки люка закрыты, этот грузовой отсек образует трубу длиной 18 метров и диаметром 4,5 метра, размером с большой 18-ти колесный грузовик, который можно встретить на автомагистрали. Это не просто вместительный объем, также оно вводит в существенную полезную нагрузку на орбиту. За один полет мы можем доставить на орбиту до 30 тонн. Уникальная деталь, которая есть у нас на Шаттле, дистанционно управляемая рука, имеющая плечо, локоть, запястье и цепкую кисть, которой можно управлять дистанционно из кабины. Этой рукой с дистанционным управлением можно взять спутник в грузовом отсеке, вынести в сторону, где нагрузку можно проверить. Если окажется, что с ней что-то непорядки, ее можно взять, безопасно поместить в грузовый отсек Шаттла и вернуть на Землю для ремонта. Пользователи спутников связи смогут сэкономить на запуске 9 миллионов долларов, поскольку в 1970 году запуск спутника на ракете Дельта входился примерно в 14,5 миллионов долларов, а на космической транспортной системе Шаттл мы сможем провести такой же запуск примерно за 5-6 миллионов долларов. Еще одной категорией пользователей Шаттла будут те, кто работает модуле Space Lab. Этот экспериментальный модуль занимает грузовый отсек Шаттла целиком, Майк Смит объясняет. В этих особых полетах человек может сопровождать груз на орбиту, более того, предполагается, что это участники миссий. Space Lab будут сами выбирать специалиста по полезной грузке, который будет сопровождать экспериментальное оборудование. Помимо обитаемой части лаборатории, Space Lab имеет комплекс платформ. Эксперименты можно размещать на платформах и выводить на орбиту вместе с экспериментатором в обитаемом модуле. Работая над своим экспериментом, он может дистанционно управлять установленными платформами устройствами для исследования космоса. Эти студенты институтов штата Юта готовятся отправить космос в свои собственные эксперименты, начиная с 1981 года. Это часть программы НАСА по небольшим индивидуальным грузам, иногда называемые специальным предложением. Научно-исследовательские модули могут весить до 90 кг и иметь размеры от 0,04 до 0,7 кубометра. Стоимость будет варьироваться от 3000 до 10000 долларов при залоге 500 долларов за резервирование места. Вдобавок к институтам, частные лица и компании «Большие и маленькие» резервируют будущее пространство на шаттле. Среди самых интересных областей медицинских исследований – материаловедения. Вот лишь некоторые из тех, которые уже зарезервировали место. Dow Chemical, Johnson & Johnson, Баттельский институт, Британская авиастроительная корпорация, компания Magnetic Control, Verso Steel, предприятие «Автоматизированное производство» и отдел космических разработок General Recollection. Орбитальный корабль «Шаттл» – новая транспортная система НАСА с доступным пространством на борту делает доступным пространство космоса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok